всем привет всем доброе утро я сейчас нахожусь в хайфе поставила машину на стоянку вот и иду приехала я в центральную поликлинику больничной кассами уходит здесь мне делают проверочку крови вот так что поставила машину сейчас иду пешком погодка у нас просто замечательная только для прогулок классненькая погодка такая солнышко дождались хорошую погоду мы так я уже в поликлинике мне нужен 16 кабинет такой вот вид возле моря как раз находится поликлиника машине закончила свои дела сдала кровь на проверку иду к машине сейчас бы так взять поехать на пляж погулять подышать свежим воздухом на море но нет надо ехать домой надо ехать домой башка болит страшно потому что у меня не было такого чтобы я до пол двенадцатого ничего не ела вот поэтому хотя я взяла с собой тормозок в машине в машине уже начала кушать но надо попить попить воды и сделать сладкого чаю тогда может мне полегчает вот и сегодня по плану так как у меня еще есть время до того как пацаны придут из школы до того как я поеду забирать планы сегодня помыть окна хотя бы хотя бы помыть вот эти окна которые у меня взяли три окна и плюс окно которое у меня на кухне вот потому что я уже на них просто смотреть не могу и всю эту неделю будет хорошая теплая погода вот такая вот солнечная поэтому окна мыть надо эти одеяла подушки положила на солнышко пускай солнышко прогреет полевого клеща немного вот и запах другой будет конечно белье я вот недавно меняла постельная но так иногда люблю вот когда солнце классное горячее такое теплое вывешивать под одеяльники одеяло это класс еще нужно матраса вот так тоже доставать и проветривать очень полезно осталось повесить белье щас вернул стол почистила ковер у нас уже без 15 4 потушила капусту вот сейчас попробую что там положила туда буряк риса добавила не знаю что будет короче какие-то ленивые голубцы получились и на улице такая жара сейчас буду заносить уже одеяло достаточно и висеть париться так светло классно день уже лба прибавился убавился прибавился красота ляпота сейчас еще время переведут на летние и вообще будет день день будет длинный класс я сейчас готовлю ужин подготавливал пацаны захотели сегодня вчера у нас были рамбургеры сегодня не захотели хот-доги так что я отварила сосисек приготовила огурцы помидоры нарезала приготовила листья салата сосиски уже готовы жду только мужа должен час приехать работы и привезти булочки все кто-то моет вымывается он наша соседка у меня соседка кстати я с таиланд таиландка вот все что то моют все убирают потому что сейчас тепло кстати окна я сегодня не помыла потому что я уже подумала ладно и потому что окна мыть это нужно и шторы снимать стирать вот так что завтра этим займусь завтра завтра нет в четверг завтра нету времени завтра я дома не буду завтра буду свекров сижу на балконе жду мужа он уже должен подъехать что уж мне заложила но мне горло болит уже несколько дней вот и нос сегодня что-то вроде тепло а нос забиты закрытый хочу сделать наращивание ногтей да я знаю что это может быть уже не не модно вот но у меня проблема то что я грызу вот эту кожицу как бы я не делала себе маникюр если я там бы делаю себе даже лак гель я все равно обдираю вот это это у меня с детства вот эта проблема когда у меня было было наращивание ногтей нарушенные ногти то я этого не делала мои руки всегда хорошо выглядели поэтому хочу нарастить себе ногти чтобы я не могла ковырять себе пальцы потому что я иногда это делаю аж до крови и потом мне очень больно если я даже там мою без химии там посуду или полы или туалет это же самое вот если просто вода попадает мне в эти ранки то мне очень очень больно поэтому решила ну плюс еще сейчас весна хочется каких-то перемен изменений потом скоро праздники и как всегда у нас весной очень много всяких мероприятий на по этой причине я хочу себе сделать наращивание ногтей нашла тут одну девочку которая более-менее хорошо это делает аккуратно моя невестка просто к ней ездила сделала мне пас я посмотрела не идеальная работа не идеально но лучше чем у других вот она уже давно этим занимается лет наверное 5-6 то есть у них и у нее есть уже стаж в этой работе вот поэтому попросила свою невестку чтобы она мне попросить по сделала очередь и посмотрю когда и как у меня все это получится времени всех накормила всех напоила все дела практически сделала осталось единственно разобрать белье чисто и все можно отдыхать чего и вам советую так что всем пока пока и всем до встречи